ТРАССА СТО ОДИН Приветствую! В эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин. Водительский стаж 12 лет. Не нарушает. Почти. Владимир Путин поручил правительству до 15 июля этого года утвердить план мероприятий, направленных на снижение смертности на российских дорогах. Особое внимание глава государства потребовал уделить созданию системы публичного мониторинга ситуации на автотрассах с целью выявления наиболее аварийных участков. Не исключено, сообщает газета РУ, что снова будет ужесточена ответственность водителей за превышение скорости и нахождение в состоянии опьянения. Согласно статистике ГИБДД, за первые 4 месяца 2015-го на дорогах страны погибли 5700 человек, что на 11,5% меньше аналогичного периода прошлого года. ТРАССА 101 Верховный суд России провозгласил то, что кажется само собой разумеющимся. Управлять в состоянии алкогольного или наркотического опьянения нельзя не только автомобилем, но и самоходной техникой, трактором, комбайном, экскаватором, а также квадроциклом и снегоходом. Поспорить с законом решил житель Свердловской области, которого в прошлом году лишили прав за езду в нетрезвом виде на легковушке, а через месяц в аналогичном состоянии поймали за рулем трактора. Последний, утверждал гражданин, не является транспортным средством, поэтому наказывать его за повторную пьянку незаконно. Верховный суд поставил оригинала на место. ТРАССА 101 Осенью этого года Госдума может рассмотреть вопрос об ужесточении наказания за тонировку передних, боковых и лобового стекол автомобиля. Об этом сообщил депутат Вячеслав Лысаков. По его словам, законотворцы, цитирую, не поднимали автоматический штраф при отмене обеспечительной меры снятия номеров. Надеялись на сознательность людей. Сознательность, к сожалению, проявлена не была. И сейчас достаточно большое количество автомобилистов наглухо тонирует, потому что существующий ныне штраф никого не пугает. Конец цитаты. Размер штрафа, напомню, 500 рублей. Администрация Кирова информирует. Во время Великорецкого крестного хода 5 и 6 июня для проезда транспорта, кроме общественного, будут закрыты следующие улицы. Красноармейская от Ленина до Урицкого. Урицкого от Красноармейской до Орловской. И Орловская от Урицкого до Ленина. 5 июня ограничение будет действовать с полудня до 6 часов вечера. 6 июня с 5 до 9 часов утра. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова